Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Посмотрим новый видосик. Да, выпустили старостенки новое видео. Опять, значит, потащились по магазинам. Голодные, пустые холодильники. Германия, украинские беженцы, не можем его найти. Значит, вначале сидят как будто там на остановке и ждут автобус. Ну, типа едут на работу. Хотя я более чем уверена, что ни на какую работу обе они не ехали. Потому что уж больно-больно потом они обсуждали термин у врачей, что невозможно записаться. И нет, и нет термина. И, знаете, опять показала Хлорка, да, свою гнилую душонку. Когда, значит, Хрюльня сидела в этом красном костюме, да, такая вся из себя, и в башмаках она сказала, что дорогущие, дорогущие, 120 баксов аж стоят. И Хлорка сказала, вот, сказала цену, скажет, сами купили. И якобы и Юля такая, что, ну, нет, это нам Оля прислала. И, типа, на сайте можно посмотреть цену. Да пофигу, что там и сколько на вас стоит. Вы на себя посмотрите. Именно на себя. Разденьтесь и посмотрите на себя в зеркало. Чего вообще вы стоите без всей этой одежды? Что на вас не напяль? Это просто дикий ужас, самый настоящий. Вы знаете, я на самом деле уже в последнее время, я просто не могу, меня выворачивает прям наизнанку только от вида их. Не то, чтобы наизнанку, да, с психологического взгляда. Нет, меня тошнит от них. Я тут присела, знаете ли, поужинала, потом, думаю, посмотрю-ка я их. И, значит, думаю, ой, надо клубники поесть. А то всё, я её никак не поем, как только соберусь уже поздно вечером, и уже, как бы, и не нужно её есть. Хотя я ем клубнику всегда без сахара. Любые ягоды без сахара. Я терпеть не могу есть ягоды с сахаром. То есть, если ягоды, то исключительно без сахара, иначе никакого вкуса я в них не чувствую. Ну, и, значит, поставила я тарелку с клубникой. Такая пахучая, такая вкуснючая. И вот дошла до момента, когда она, ой, всё. Девочки, мальчики, я эту тарелку унесла на кухню. И я очень сильно боялась, что у меня в эту тарелку та клубника вылетит, которую я уже успела съесть. Ну, значит, посидели-посидели они там на остановке. Эта дорогущая обувь оказалась совсем неудобной, да. И потом они уже якобы едут назад. И надобно им в магазин, ну, они что-то там обсуждают всё эти термины, что невозможно попасть не к кардиологу, там ещё к эндокринологу, а вот к неврологу, пожалуйста. Девочки, не туда записывайтесь. Запишитесь к психиатру. И как пособие приложите свой канал. Вам точно инвалидность дадут. Вот, посмотрите. Особенно вот этот видосик. Да, середину видосика, где Юлька вэкает. Обеспечена инвалидность. А то таскаетесь всё не по тем врачам. И всё не туда, не в ту дверь стучите. Ну и, значит, зашли дальше они уже в магазин, походили по магазину совсем чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть. Значит, что они там только посмотрели? Помидоры, огурцы, ой, надо свеклу взять. И всё. И они уже резко дома. Сидит Хрюльня на стуле. Понимаю, стул маленький, невысокий. Сидит, значит, и вот реально она, как баба на чайнике, натянула это платье, которое, похоже, короткое на неё, чтобы не было видно ни ног, а как она сидит. Я думаю, что она такая широкая? И тут до меня дошло. Она же ноги вместе поставить-то не может. Ну никак, там же пузо. И у неё, получается, пузо свисает до пола, а ноги шире плеч. И вот поэтому и получилась баба на чайнике. Ну и дальше там у них распаковка. Но вместо распаковки в начале нашей старостенки жрули, видимо, белка постучала по башке. Реально постучала белка по башке. Это, знаете, наверное, уже по бочке голода. Они же так кушать хотели, так кушать хотели, что прямо аж не могли. Правда, Юлька сказала, что нажралась она колбасы, но всё же им же всегда охота жрать, да. И, видимо, это уже по бочке. И ржачка эта дебильная. Я говорю, вот реально, посмотрев эти кадры, тут же можно отправлять к психиатру. И тут же оденут смирительную рубашку, потому что с такой барышней будет даже опасно разговаривать. Никогда не знаешь, что ей стукнет в голову. Белка или дятел? Дальше она даже советы раздавала, когда распаковывала, что сырочек нужно есть. Особенно, когда желчного нету, да. Но это она про себя. Ей Лариса сказала про себя. Говори про себя. У неё же нет желчного пузыря. Желчного, да. А у Лариски, похоже, всё на месте. Да, у неё всё на месте. Поэтому ей не обязательно сырочек есть. Ей можно в три горла жрать. И пофигу, что она там этот инсулин колет. Или что там она ещё себе колет. Что ей там назначили. Я даже, ребят, и не считала, сколько они там понабирали этого сыра. И Филадельфия одного вида. И второго вида. И масло. И что там, сыра три упаковки. Жесть, слушайте. Опять они добрались до жрачки. Опять голоднёхонькие попёрлись в магазин. И, наверное, чтобы было больше денег, они, наверное, всё бы там скупили. Прожоры эти две. Вот, знаете, я сколько на них смотрю, думаю, и вот жрут же, жрут, жрут, жрут. И ведь ничего им не болит, слушайте. Вот, глядя на Хрюльню, ведь ей ничего не болит. И бухает же она. И заворотник она прилично закидывает. И её винишко и шампанское не устраивает. Ей бы ромчик, ей бы погребче, чтобы по шарабанам шарахнуло сразу же. Да, чтобы развезло так капитальненько. А потом, чтобы лежало и стонало от того, что будон не отпускает. И вот пофигу, понимаете? Пофигу. Тут следишь за своим здоровьем. Боишься лишний раз что-то съесть, чтоб тебя не расперло. А этим до задницы. Скупают эту жратву, тазами жрут. И ведь не боятся, ребят, не боятся, что в один прекрасный момент их просто может сложить и всё. Дальше хвастается, что авокадо рубль 39, а где-то видели 76 центов. Вчера, ребят, купила отборные, прям отборные авокадо. И килограмм стоит, ну, чтобы вам не соврать, где-то 3 евро примерно и 10 центов. Килограмм. Отборные. Такие, знаете, не твёрдые. Разрезаешь, а они вот прям как маслица. Такие классные. А здесь она сравнивает цены. Я не знаю, какие цены там в Украине, но у нас в Беларуси вот именно май и июнь авокадо очень дешёвые. И, значит, Юлька сказала, что для пенсионеров такие продукты, да, это роскошь, и пенсионеры не могут купить, да, в Украине. А вот в Германии могут себе пенсионеры купить, все могут себе позволить. И авокадо, и Филадельфию. Короче, пенсионеры себе всё позволяют. А вот в Украине это жесть. Ну да, Юлёк, поэтому вы и жрёте в три горла. Вы жрёте, никак не нажрётесь. Два года жрёте, жрёте, и всё никак не нажрёте. Так голодали в Украине, что здесь готовы жрать, пока не треснете. Вот реально, пока не треснут. Ой, говорит, и мы взяли мясо с Ларисой. Да, две упаковки. Каждый по упаковке нарыла. Только эти специи смоем и якобы будем готовить. Кто бы сомневался. Интересно, сколько упаковок мяса они взяли. А дальше девицы продемонстрировали холодильник, что всё пожрали. Пустота. Одна алкашка стоит. Шампанское. Ну, мы понимаем, что Жируля не увлекается шампанским. Ей покрепче надо. Поэтому тут ничего нет удивительного. Наверное, шампанское только для похмелятора. И прикиньте, всё сожрано. Почистили просто всё. Да, это такие прожоры, что всё сожрали. А там же такие приличные два батона колбасы у них лежало. И сосиски, помните, показывали. Уже и это всё смолотили. Я не думаю, что одна хрюльня молотила. Конечно же, хлорка тоже там помогала ей. Нет, ну у них же всё наполовину. Если мясо, то по упаковке на нос. Если курочка, то по курочке на нос. По-другому просто никак. И за колбасу отчитались, что за пять дней съели. Да за каких, блин, пять дней? Там за один день уложили. Я помню, как она сосиски ела. Помните, ребят? Одну за одной просто. Одну за одной. Как семечки щелкало. Короче, ребят, у меня просто нет слов с этих кадушек. И вы знаете, они больше ни о чём не могут говорить. Абсолютно ни о чём. Потому что их ничего не интересует. Только жрачка, жрачка. И вот они до конца видеоролика обсуждают, что вкусное, что невкусное. Какие сосиски вкусные. Какая колбаса вкусная. Какая дороже, какая дешевле. И всё, тем других нет. А если о чём поговорить, да, кроме жрачки, так выискивают темы всякие в интернете. Там почитали, там почитали. Представили, что это им друзья рассказали. Хотя на самом деле, какие друзья, какие знакомые. Они только с друг дружкой и общаются. Отчитали, что и селёдку сожрали, и тараньку тоже сожрали. Короче, всё, всё пропустили через свои эти кишки и спустили в унитаз. И так каждый день, ребят. Прикиньте, какие деньжищи они спускают в унитаз. Я, ребят, не могу. Каждый раз смотрю и каждый раз пребываю в шоке. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok